На улику у наркологичных диспансеров в Беларуси по причине наркозалежности находится коля 13 тысяч человек, а лесоправдная личба в разы большая лечит специалисты. Об реализации мероприемства декрета номер 6, об неоткладных мерах по супрадзенне незаконному обороту наркотиков сегодня шла размова на посаджении у администрации Новобелецкого района с уделом супрацовников прокуратуры. За некольки годов колькасть злочинства у сферы незаконного обороту наркотика у Беларуси скоротилася. Пик отзначался у 2015-м годе, и они займали 10-ю частку от усих судимостей. За год было вынесено свыше трех тысяч присудов. Прасгоды худельная вага сменшилась до 8%. Летость было прикладно 6,5%. Все лето у Хомельской области отбылось 267 таких злочинствов. Гэта на 8% меньшим за аналогичный леташний период. Доряд же нижняя межа термину покаранья по отповедным артикулям может быть снижена до 6 годов. Сейчас в первом чтении Палаты представителей прошел закон. И, возможно, этот закон в этом году уже пройдет второе чтение, будет обсуждено второе чтение, в котором действительно поставлен вопрос о снижении нижних санкций по второй и третьей части 328. Это сбыт и квалифицированный сбыт. То есть на два года снижение нижних санкций. Ни в коем случае не верхних санкций. Проблема наркомании – это погроза для усяго громадства. Тому вращать яе повинны не только правооховные органы, но и все службы, которые проводят профилактическую работу. В первую очередь – с молодью. Миновата подлетка просто утягнуть в выполнение злочинных схем. Например, распаусюдживание наркотиков про интернет-магазины. Молодые люди помылково лечат, что практически без риска будут заработать великие гроши. Али опошние падеи у этой сферы ясно разнагадывают, что это самый короткий и легкий шлях з усим у иншим на керунку. И вельми простый способ назавжды сапсовать свою житцем.